Судебные разбирательства между сотрудниками седьмой школы закончились. Сегодня Заречный районный суд отказал в удовлетворении исковых требований Ольги Лукиной, бывшего исполняющего обязанности директора. Напомним, она требовала признать результаты конкурса, по которым место ее директора занял Валерий Бубнов, незаконными. Более того, Ольга Лукина просила признать победительницей себя. Несмотря на отказ в иске, бывший руководитель собирается подать апелляцию в областной суд. Огромная собачья семья нашла пристанище под бетонной плитой рядом с автотранспортным предприятием. Еще несколько недель назад здесь можно было увидеть чуть ли не два десятка щенков, рассказывают сотрудники АТП. Сегодня их поменьше, раза в два. Разобрали неравнодушные прохожие. Один из них соорудил для малышей конуру. Однако от холодов защитить щенят она не сможет. Не оставайтесь равнодушными к судьбе этих маленьких бродяг. Давайте вместе попробуем найти для них хозяев. Российский пианист Даниил Крамер продолжает радовать зареченскую публику иностранным джазом. На этот раз он привез к нам джазового вокалиста Кевина Махогани, одного из лучших в мире. В Заречном джазмен выступил накануне с программой «Черный джаз». Вместе с ним на сцену вышли еще четверо выдающихся музыкантов из Польши, Израиля, Словении и России. Рояль, саксофон, контрабас, барабаны. Эти инструменты рождали поистине мягкий бархатный джаз. Песня «Черный джаз» Пилоярские переживают, что на новой дороге от Боярки до Мельзавода будут постоянно биться автомобили. Все дело вот в этом резком повороте и плохой видимости из-за забора. Владелец участка утверждает, забор стоит здесь с разрешения чиновников. Строители, в свою очередь, уверены, молодой человек выставил ограду за пределы дозволенного. На чьей стороне правда и чем не угодили дорожники жителю Мельничной-1, узнаете в завтрашнем выпуске новостей. Сегодня утром асфальт в городе стал почти зеркальным. Из-за похолодания на тротуарах образовался каток. Дорога на работу для многих пешеходов обернулась испытанием. Не меньше хлопот заморозки доставили и автолюбителям. За ночь машины покрылись ледяной коркой. Городской репортер Кристина сегодня утром обнаружила, что на ее машине появилось стекло изо льда. Утренний дождь в Заречном, кажется, доставил удовольствие одним голубям. Все утро птицы купались в лужах. Городской репортер Данил не смог пройти мимо этого зрелища и снял моющегося голубя на камеру мобильного телефона. Кстати, народная примета гласит – птица в луже к потеплению. Чему верить? Народной мудрости или прогнозам синоптиков покажет время. А пока – о погоде на завтра. Завтра в Заречном будет пасмурная погода. Возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 4. Утром и днем – на два деления ниже. Вечером столбик термометра остановится на отметке 0. Ветер северо-западный – до 2 метров в секунду. Атмосферное давление – 761 миллиметр ртутного столба. У нас сегодня с вами гостя Кевин Махоган. У нас сегодня с вами гостя Кевин Махоган. У нас сегодня субтитров. Редактор субтитров的時候, minutes сним tarttit Ihre звезды. Субтитров Voice over. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Процена breve сторона продаваться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...